Ом намо бхагавате бхасуде бхая Ом намо бхагавате бхасуде бхая Киранта Радшима Бхагаватам Ки Ари Кришна Сегодня Шила Прабхупада Прочитал и прокомментировал Шима Бхагаватам Первую песню Восьмую главу Тридцать пятый стих Это продолжение Замечательной серии Молитвы Царицы Кунти Здесь очень важные истины Открываются Особенно если мы будем слушать лекции Шила Прабхупада Есть аудио лекции тоже Кроме видео Аудио лекции более Более обширные Там все стихи содержатся И вот Шила Прабхупада когда объясняет Мы часто об этом говорили В лекциях вот эти стихи Его комментарии А мы тоже читаем комментарии Они занимают несколько минут Даже по времени А вот лекция Минимум полчаса Шила Прабхупада Иногда даже 35-40 минут В среднем 30 минут Его лекции И очень много примеров Приводит Шила Прабхупада Чтобы объяснить Те истины Которые обусловлены Душа не может так легко понять Мы замечаем Что Шила Прабхупада И цитирует шаство Священное писание И много примеров Приводит Очень жизненные Ясные примеры Чтобы разум у нас работал Мы поняли О чем идет речь В этом стихе Кунти Деви Перечисляет Она говорит Одни говорят так Вторые так Третий так И вот так А четвертые полагают Что ты являешься Чтобы восстановить Спредненнослужение Которое включает в себя Слушание, памятование Поклонение И так далее Чтобы обусловленные души Испытывающие материальные муки И могли воспользоваться Ими получить освобождение То есть Разные личности По разному По разному Воспринимают Кришну По разному И на самом деле Нет даже Противоречий Например Кришна Когда Был в Матхуре На арене Да Где был лук И где должны были Сражаться Борцы С Кришной Баларамой Все видели Кришну По разному Но от этого Кришна не менялся Абсолютно Истинно Не меняется Потому что В абсолютной истине В Кришне Все содержится Да То есть Все расы Все вкусы Все взаимоотношения Да Все Все татвы Все есть В Кришне Все энергии Да И одни Видели Кришну Как молния Вспышка молнии Другие Видели Как друга Третьи Видели Как ребенка Своего Да Четвертые Видели Как господина И так далее Акамса Видел Как своего Врага Да Хотя он Боялся Но все равно Кришна Постоянно Страшился И думал День и ночь О Кришне Но все равно Он думал О Кришне И получил Благо И Шила Пропада Начал с того Что сказал Асмин Баве Объяснил эти слова Баве Асмин Иногда Шила Пропада Говорит Как написано В стихе Иногда Он меняет места Но От этого Не меняется Ничего Баве Асмин Асмин Значит Это Баве Бава Слово Бава Много Значения Имеет Это Здесь Означает Что Материальным творением Это творение Творение Тоже Бава Вот И Материя Рождается Сказал Шила Пропада А дух Не рождается То есть То что Рождается То есть Материальное Тело Материальный Мир Материальные Вещи Они все Уничтожаются Тоже Где есть Рождение Там есть Увидание Старение Уничтожение То есть Постоянно Меняется Вот Но Дух Никогда Не рождается И Поэтому И не умирает Весь вопрос В этом Да То что Не рождается И не умирает Так Зачем Бояться То есть Тот Кто боится Чего то В этом мире Это означает Что Эта личность Еще не Осознала Что Вот Он Не умирает То есть Душа Это она Да Она Не умирает Да Душа Не умирает Вот А тело Может умирать Но Если Фактически Мы душа И мы не умираем Мы вечные Еще даже Блаженные В знании Так зачем Бояться И волноваться Вот этот Страх В материальном Мире Существует Наряду С телом Пока Тело Действует На нас И напоминает О том Что Нет Дружок Ты есть Это тело Поэтому Бойся Страдай Волнуйся Работай Как Шила Пропада Сказал Что Все Вынуждены Работать В тюрьме Не нужно Работать Но Даже В тюрьме Спокойно Тебя не оставят Потому что Как-то Тебе заставят Что-то делать Я помню В тюрьме Вот приходил Один Полковник Который Заведовал Тюрьмой Приходил И каждый раз Когда он Раз в неделю Приходил Обход делал Он что-то находил Он постоянно Что-то находил Как нас Беспокоить И так Там Хватало Всего Один раз Пришел Сказал Что-то Света Много У вас А там Свет Был Очень Тусклая Лампочка Одна И все И дневного Света Нету Все закрыто И вот Он Посчитал Что Тусклая Лампочка Мало И сказал Какую-то Сетку Найдите Что-то Из сетки Свет И туда Как-то Прокрутите И стало Еще хуже Еле Видели Друг друга И еще раз Пришел Еще другое Находил Бутылок Много У вас Бутылки Нужны были Для естественной Нужды Потому что Там все По режиму Естественную Нужду Ты не можешь Справить Когда хочешь Где хочешь Есть время Да Нет Там бутылки Разные То есть Это все Создает Трудности Да Создает Трудности Даже в тюрьме И Но там Тоже человек Не умирает Телесно Даже Дают Что-то Какой-то Черствый хлеб Что-то там Черное Пюре Какое-то Черного цвета И что-то дают Да Чтоб не умер Ты И Шила Прапада Часто говорит Лекция Что все Вынуждены Работать Но в духовном мире Никто не работает В духовном мире Все Просто развлекаются Блаженстве Да И Шила Прапада Сказал В книге Кришна Можете Почитать Цитировал Что эта книга Там Описывается Да И Вот этот Пример Шила Прапада Он Немножко Рассказывал Несколько Минут Пример Что Тюрьме Не будут Почитать Тебя Да Как здесь Как зятю Это в Индии И вообще в восточных странах Почему то люди Более мудрые Наверное Близко к Кришне Да Близко к Востоку Значит Близко к Ведам И Психология Более тонкая Не так грубая И все Отлично знают Что зять Это важная Персона Если не будешь Хвалить Он будет Неудовлетворен И может Развестись С дочкой Да Поэтому Я вот сейчас Когда слушал Шила Прапада И сам тоже стал Немножко Думать Да Такое На самом деле У нас тоже В Армении Есть Иногда я смотрел Говорю Папа Бестолку хвалит Зятя Он вообще Какой-то негодяй А папа Что-то хвалит Почему хвалит Потом он поделился Со мной Отец говорит Да Понятно Это все Но вот просто Как-то Нужно Поддержать Чтобы человек Не бросил И то вот Трудно Да С ним Да Хоть Хоть кормил Семью Да Хоть как-то Хотя я знаю Что он негодяй Вот В итоге он Развелся То есть Сестра развелась С ним Через 25 лет Мучение Она развелась Потому что уже Есть предел Всему Да В материальном мире И Шила Пропада Продолжает Комментировать У меня Есть Некоторые Записи И он Привел Этот пример Что 10-12 лет 13 Максимум Девушки Выдают Замуж Замуж Концентрирует До полового Созревания На какой-то Мужчине Это ведические Обыча Почему Потому что Это очень Безопасно Девушка Медитирует На этого Мужчину И Постоянно Идет Служение Делает Просад Готовит Сам Шила Пропада Рассказывал О себе Что 11 лет Было Или 9 Лет Жене Вот Как бы Но они Жили вместе Ему было 16-17 Лет Но поженили Родители Да И эта девушка Приходила К ним Да И Она Просад Несла Да Служила Мужу И думала Только о нем То есть О других Мужчинах Не думала Вот это Есть Сохранение Чистоты Каня Дана Каня Дана Значит Дана Это милость Подарок То есть Пока девушка Чистая Дарят Ее Чистую Девушку Это Дорогоценность Является Дарят Мужчине Который Будет Сохранять Ее Как бы Чистоту А в Материальном Мире В западном Особенно Мире Сейчас нету Вообще Ведистской Цивилизации Все Загрязнены И Шила Пропада Еще Вот Сказал У него Юмор Уникальный Что Много Есть История Он Еще Рассказал Историю Что Браманы Некоторые Много Раз Женятся Несколько Дней С одной Женой Потом С другой И Один Был Такой Мужчина И Моя Тетя Была 64 Женой Этого Мужчины Вот И Сейчас Кто Говорит Выйдет Замуж За Такого Мужчину Никто Да Раньше Было Это И Сейчас Не нужно На это Много Время Тратить Да Мы Заметим Что Шила Пропада Очень Редко Долго Приводит Пример Или Долго Говорит О Каких То Историях Даже Если Это Пример Из Шастер Долго Не Рассказывает Я Много Рас Слушал Его Лекции Он Коротко Рассказывает Суть Передает Если Даже Почувствовал Что Чуть Чуть Подольше Ну Ребята Посмеялись Поняли О чем Идет Речь Шила Пропад Долго Не Продолжает Пример Приводить Особенно Историю Рассказывать Потому Что Его Цель Как Истинного Гуру Донести До Нас О чем Идет Речь Да В шастерах Донести Духовную Науку Пример Только Для Того Чтобы Это Было Более Ярко Более Понятно Разум Потому Что У нас Разум Такой Что Мы не можем Просто Слушать И Поверить Нам Нужно Обязательно Сравнить С чем То Сравнить С чем То Да И Шила Пропада Сказал Что Президент Тоже Трудится Не Покладая Руки Сутки Напролет Потому Что Много Обязанностей Да Мы Видим Владимир Владимирович Путин Тоже У него Все Расписано Он Трудится Постоянно Потому Что Все От Него Хотят Ответа Да Все Вся Страна И не только Россия Другие Страны Все Обращаются Ну Сейчас Что 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 Сейчас Вы Что Отвечает Да Нам Он Должен Ответить Как Поступить Как Тратить Деньги Как Это Как Кто Нападать Не Нападать Защищаться Не Защищаться Что Делать Постоянно К нему Последний Вопрос Он Решает Да Главнокомандующий Страны Это Очень Тяжелая Ответственность Тяжелая Работа Поэтому Кришна Дает Определенно Шакти Если Нужно Да Кому То Быть Царем Какое То Время И Этот Человек Может Что То Делать Да Духовном Мире Никто Не Работает Сказал Шила Прапада Он Говорит Вриндаване Это Деревня Небольшая Все Развлекаются Кришна С Дружками Пастушками Они Не Работают Здесь Например Пастухи Идут Это Тяжелый Труд Потому Что Там Разные Препятствия Есть Там Ну Там Коровы Телята Кришна Друзья Они Все Просто Порхают Все Просто Очень Легко Они Не Устают Вообще Там Такого Понятия Нет Уставать Что Это Может Быть Момент Развлечения Что Под Выступает Ой Я Устал Массивы Мои Ноги Кришна Друг Может Старше Друг Сказать И наоборот Кришна Может Сказать Ой Я Устал Дружок Массивы Мои Ноги Под Выступает Это Форма Блаженства Это Не то Что На самом Деле Тело Устало Просто Это Разнообразие Все Есть В Духовном Мире Да И Шила Прапада Продолжает И он Сказал Ребята Вот Здесь Соседи Завидуют Нам Потому Что Мы Поем Танцуем Не Работаем Все Посмеялись Да И Но Они Работают Как Ослы Они Завидуют Нам Решила Прапада Один раз Помню Он На утренней Беседе Красивые Парки Видел И сказал Ну вот Смотрите Материалисты Как Ослы Работают Эти Парки Создают Красивые Цветы А мы Утром Наслаждаемся Гуляем По этим Паркам Но мы Ничего Не сделали Чтобы Были Эти Деревья Парки Ничего Не делаем Даже Не поливаем И Шила Прапада Объяснил Что Пара И опара Материальная Природа Есть Низшая А пара И высшая Пара То есть И он Сказал Что Кришна Это Реальность И если Мы Помним Кришну Материального Мира Не существует Тогда То есть Материальное Что-то Для нас Существует Тогда Когда Это Не связываем Мы С Кришной Да И Пример Цветов Да Он сказал Цветы Мы Покупаем С одного Магазина Материалисты Тоже Мы Покупаем Для Кришны Они Для Своих Наслаждений Да То есть Любая Вещь Если Пользуется Для Кришны Да То есть Мы Сознаем Что Это Тело Этот Рекордер Эти Очки Вот Эта Подставка Этот Микрофон Все Что Есть Это Пианино Даже Все Это Принадлежит Кришне И раз Принадлежит Кришне Значит Мы Не Имеем Права Для Себя Использовать Нужно Для Него Использовать Да Это Очень Важный Момент Основополагающий Кто Для Себя Использует Все Кто Не Знает Это Кому Принадлежит Или Кто Даже Знает Но Ворует Да Может Знать Но Воровать Тоже Такое Сознание Долж Есть Но В любом Случа Это Неправильно Да Поэтому Преданные Они Знают Что Все Принадлежит Кришне И Используют Для Кришны Что Прапада Сказал Что Очень Интересный Пример Что В Духовном Мире Никто Не Устает И Когда Мы Повторяем Кришна 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 Мы Можем Повторять 24 Часа В сутки А Мистер Джон Через Деся Двадцать Раз Устанем Почему Потому что Материальный Звук Материальный Звук Имеет Такую Природу Дает Усталость Да Несвежесть А духовный Звук Харе Кришна Всегда Свеже Потому что Кришна Сам Никогда Не Устает Общаясь С Ним Ты Тоже Не Устаешь Если Мы Устаем Повторя Харе Кришну Магаманту Не Можем 24 Часа Повторять Это Не От Того Что Кришна Устает Это от того Что Наш Материальный Ум Материальный Разум Материальные Чувства Тела Они Мешают Мешают Душе Повторять Да Мы Фактически Через Этот Футляр Повторяем Есть Препятства Анардхи Оскорбления Все Это Тело Символ Оскорбления Грубая Тонкая Это Просто Факт Что Оскорбление Вот это Оскорбление Иметь Такое Тело Как у Меня Это Оскорбление Кришны Я не должен был Оскорбить Кришну И получать Такое Тело Я Его Вечный Слуга И я Захотел Себя Помещать Такое Тело Которое Не может С любовью Служить Кришне И нужно Еще Осознать Себя Что Ты Не Тело И пройти Этот Весь Процесс И так Далее И Вспомнить То Что Я Уже Делал Представляете Какие Трудности Да Я Чистая Душа Служу Чисто Кришне Потом Думаю Да Ладно Говорю Я Тоже Хочу Как То Так И потом Помещаю Сам Себя Вот Этот Мир Это Не Кришна Специально Помещает Он Просто Создает По Нашим Желаниям И Вот Эта Игра Неудачная Игра Заканчивается Тем Что Вот Я могу 8 Миллионов 400 Тысяч Форм Принимать Да А Могу И Через Жизнь Через Одну Жизнь Вернуться Кришне И Шилапрапада Сказал Мы Захотели Прийти Сюда Но Мы Не Должны Были Прийти Сюда Вот Это Тоже Очень Важный Момент Некоторые Говорят Мы Не Отсюда Много Мест Есть Шилапрапады Если Мы Внимательно Будем Изучать Он Говорит Мы Мы Причина Того Что Мы Страдаем И Пришли Сюда Мы Захотели А Не То Что Мы Не Были В Духовном Мире И Как То Всегда Жили Здесь И Вот Этот Пример Что Если Есть Засуха Ничего Не Поможет Тракторы Купили Деревецкие Жители Ну Че Пахать Если Все Твердо И Даже Если Пахать С Тракторами Нет Дождя Не Будет Ничего Расти То Мы Все Так Зависим От Кришны В Итоге Все Зависит От Кришны Дожди Дают Полубоги А Вот Их Контролер Господин Кришна Да Все Воздух Дает Кришна Воду Дает Дожди Дает Огонь Дает Кришна Дерево Дает Кришна Землю Создает Все То есть Первичный Творец Да Все Принадлежит Кришне И все Зависит От Него Нишила Пропада Продолжает Дальше И в конце Он сказал Что на самом деле Этот пример Рыбы Очень мне понравилось Потому что Это реальный пример Что рыбы С голоду Не умирают Да Но если мы будем В лодке Некоторое время Голодные В океане Где-то Мы с голоду умрем Потому что Мы не можем Там охотиться Там есть то Что в океане Потому что Это не для нас Не наша среда Но рыбы Там Они Питаются Там миллионы Есть других Маленьких Рыб И Насекомых И Пример С гориллой Тоже Например В джунглях Гориллы Они очень сильные Живут Кстати Гориллы Я слышал Вегетарианцы Они Они Твердые Эти орехи Едят Орехи Твердые Как сталь Как сталь Но они Грызут Эти орехи И И сильные И не умирают От голода Просто Кришна Для всех Живых существ Уже Как-то Обеспечил Пищу Обеспечил Просто По глупости Человек Боится Что он Умрет С голоду Боится Просто Реально И поэтому И ему Предлагают Материальной Природой Идти Работать У него Есть Альтернатива Если он Боится Он идет Работать А если он Не боится Некоторое Время Он поймет Увидит Что Что-то Он не умирает С голоду Пока ему Дано Ему Приносят Дают Просто Это от того Что мы Не осознаем Вот этот Момент Если мы Просто Мне посчастливилось В какой-то момент Жить без денег Просто Вообще Без денег Даже На маршрутку Не иметь Чтобы С дома Выходить И я почувствовал Что вот Я не умираю С голоду И вообще Все как-то Решается Вообще Просто Я сижу И читаю И повторяю Мантру И ничего Больше Не могу Делать Но все Вопросы Так или иначе Решаются Так или иначе В работе Тоже Человек Напрягается Иногда Может Ссориться С другими Работниками С шефом Даже Так или иначе Как бы Не решались Вопросы Кто-то Приносит Нас Дает Что-то Пищу Или платит За что-то Все равно Все недовольны Все недовольны В этом мире Поэтому Не важно Ты работаешь Все недовольны Но что-то Тебе дают Или Не работаешь Все равно Недовольство Всегда будет Да Просто у нас Есть такое Ложное Самомнение Что как Это Я же мужчина Я же Как Как я могу Вот Ничего не делать Да Вот Это тоже Самолюбие Какое-то Да Как будто Те саняси Которые были Отреченными Монахами Они не мужчины Да То есть В том смысле Что у них нет Самолюбия Нет У них есть Самолюбие Просто У них есть Самое главное Зависимость От Кришны Да Это более Более ценно Чем просто Зависеть от материальной Работы Или от Материальной Природы Да Просто они поняли Что они не мужчины И не женщины Просто поняли Что я не мужчина Я не женщина Я вечный слуга Кришны И что даст Даст Что не даст Даст Да И вот так живут Это удивительное Сознание Это просто Сразу не достигнуть Такого сознания Итак Шила Пропада Все это объяснил И мы можем понять Что его лекции Бесценны Его книги тоже Бесценны И Его письма тоже Бесценны Пока есть у нас возможность Нужно изучать Пока есть это тело Этот шанс Изучать его книги Лекции Письма Наставления И стараться Применить в жизни И проверить Насколько это работает Вера укрепляется Когда мы Начинаем потихоньку Что-то делать От того Что услышали Если мы что-то делаем И получаем результат Наша вера Укрепляется Да Если мы Ничего не делаем То что говорит Духовный учитель Тикше Шикше Гуру Не важно Тогда мы Не поверим В эти наставления По-настоящему Мы будем Теоретиками Но если мы Исполним То что говорится У нас вера Укрепнет И мы Поймем Что вот То что сказано Это правда Да Я думал Сегодня слушаю Шилапрапада Что вот 30 лет Шилапрапада Меня уговаривает И он будет Продолжать Уговаривать Я чувствовал Что Это будет До того времени Пока я Не предамся Полностью Он будет Меня уговаривать Через свои книги Лекции Наставления Через своих Учеников Через всех Возможности Через сердце Он будет Уговаривать Проповедовать Моему уму Моему Разуму Моим чувствам Предаться Кришне Ты Истинный Духовный учитель Очень терпелив Очень терпелив И очень Сострадателен Вы Можете Заметить Что Шилапрапада 50 лет Назад Создал Искон Но вот Продолжается Его проповедь Он Просто Принял Другую Форму Форму Своих Комментариев Своих Наставлений Лекций И Он Он Может И Сердце Тоже Действовать Потому Что Он Всегда С Кришной А Кришна У нас Всегда В Сердце Если Мы Любим Немножко Шилапрападу Привязанный К нему Он Всегда Будет С нами Шилапрапада Говорил Я Никогда Ни На Минуту Не Был Одинок Я Всегда Чувствовал Кришну И своего Духовного Учителя Потому Что Всегда Хотел Исполнить Его Наставления А наставления Не отличные От Духовного Учителя Если Мы С Наставлениями Шилапрапада Читать Его Книги Распространять Его Книги Следовать Садане Принимать Прасад Прежде Чем Думать О своем Наслаждении Нужно Предлагать Кришне Если Мы Эти Наставления Исполняем Мы Всегда Шилой Прабупадой И Всегда Будем Сильны Счастливы Будем Продвигаться Духовному Миру А Если Мы Игнорируем Эти Наставления Мы Естественным Обазом Отрываемся От Него И Поэтому Будем Несчастливы Неудовлетворены И Не будем Продвигаться Будем Деградировать Да Поэтому Наш Выбор Мы Должны Выбор Делать Мы Хотим Прогрессировать Достичь Любви Кришне Прямой И Вернуться Домой К Богу Или Мы Хотим Оставаться Гнить В этом Материальном Мире И Говорить Нет Наставлениям Шилы Прабупадой Мы Должны Всегда Говорить Да Если Мы Проверим Насколько Много Мы Говорим Да Его Наставлениям А не Нет Слушая Наш Ложное Эго Мы Поймем Насколько Мы Продвигаемся Истинный Слуга Предавшаяся Душа Всегда Говорит Да Господин Да Господин У него Один Вопрос Шилы Прабупада Говорил У меня Был один Вопрос Гуру Маараджу Я Просто Говорил Чем Могу Вам Послужить Больше Ничего Остальное Все Было Ясно Потому Что Так Объяснялся Асвати Госфай Маарадж Все Что Было Все Ясно И Ученик Хотел Предаться И служить Ему Чем Могу Послужить И он Говорил Чем Он Может Послужить И Шилы Прабупада Соглашался Гуру Говорит Ученик Тот Который Соглашается Во Всем Если Ученик Не соглашается Это тоже Не оскорбление Есть Моменты Когда Ученик Не понимает И он Может Вопрос Задать Гуру Уточнение Делать Это Оскорбление Иногда Даже Может Спорить Это Тоже Не оскорбление Если Ты Не понимаешь И упорно Споришь Но По-доброму Гуру Тебе Объяснит И победит И Потерпит Главное Настроение Иметь Слуги Вот Так Примерно Дорогие Предны Гаре Кришна Шила Прабупада Кий Дай Всем Собравшимся Преднам Кий Дай Говора Примананды Ягна Бадады Супадры А если Есть Какой-то Вопрос Уважаемые Преданные У нас Есть Время Для Одного Вопроса Если У вас Не Возникли Можете Микрофон Сказать Чтобы Зрители Онлайн Трансляции Тоже Могли 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 Услышать Есть Вопрос Харе Кришна Мои Поклоны Спасибо Вам За Лекцию Вопрос Такой Вот Вы Сказали На содержание Деньги Получаем Но Ради Движения Ради Кришны Работаем И Все равно Это Духовная Работа Потому Что Эти Деньги Все равно Мы будем Тратить На Кришну Некоторые Грехастры Могут На содержание Что-то Получать Будучи Пуджарами Или Менеджерами Все равно Их Жизнь Эти Деньги Тоже Они Посвящают Служению Кришне То есть Все Что Всякая Тяжелая Черная Работа Даже Если Это Ради Кришны Ради Его Миссии Духовной Работой Человек Не может По-настоящему Уставать Тело Может Уставать Потому Что Тело Несовершенно Но Внутри Мы будем Ощущать Довлетворение Постоянно Будем Счастливы Потому Душа Не устает Да Поэтому Можно Работать Для Кришны Да И Зависеть От Него Тогда Он Будет Зарплату Означать Да Если Мы Согласны Что Зарплату Будет Кришна Назначать Тогда Легче Будет Но Если Мы Будем Сами Зарплату Назначать Тогда Будем Спорить С Кришной Он Может Подумать Что Ты Должен За Такую Зарплату Работать Ради Меня А мы Можем Не Соглашаться Да Может Кришна Скажет Давай Неделю Просто Иди Распространя Книги Но Одну Две книги Будут Брать Или Не Будут Брать Я Проверю Ты Бесплатно Сможешь Неделю Работать А потом Я Тебе Дам Еще Деньги Еще Результаты Да Еще Чемпионом Можешь Стать Кришна Может Проверить Он Господин Он Хозяин Он Бог Он Может Назначить Зарплату Весь Вопрос В том Что Мы Не Соглашаемся С Тем Что Мы Не знаем Что Кришна Даст Взамен Потому Что Мы Всегда Хотим Что Взамен Просто Так Мы Не Хотим Работать А В разных Учреждениях Легко Ты Идешь Там Тебе Говорят Вот Ты Будешь Только Получать Да За Эту Работу От Кришны Мы Не Знаем Что Ожидать Иногда Да Но Если Милостивый Президент Храм Он Скажет Конкретно Тогда Облегчается Работа Да Да Поэтому Легче Зависеть От Доброго Президента Храма Чем От Кришны Почему Кришна Может Не Сказать Что Он Даст Замен Или Даст Или Не Даст Но Работать Нужно Для Него Поэтому Вот Проблемы Возникают Да Проблемы С верой В Кришну В основном Да Проблемы В том Что Мы Все Таки Всегда Хотим Что Для Себя В том Числе Нам Нужно Нам Нужно Здоровье Сохранять Нам Нужно Лекарства Нам Нужна Пища Все Нужно Но Мы Хотели Бы Сами Это Все Понимаете Сами Все Это Все Добыть Мы Не Хотели Бы Зависеть От Кришны Потому Что Боимся Не Верим По Настоящему Поэтому Санясия Означает Бесстрашный Личность Которая Вот Просто Очень Бесстрашный Это Личность Которая Знает Что Кришна Везде Во всех Атомах Во всех Сердцах Живых Существ Джунгли В сердце Тигра Тоже Если Он Будет Например Ночью Лесу Если Кришна Не хочет Тигр Не Сесть Его И Он Бесстрашный Идет Даже Ночью В лес Санясия Значит Бесстрашный Он Знает Что Кришна Всегда Защитит Его И Что Надо Он Даст Что Он Не Даст Он Зависит От Кришны Поэтому Ничего Не Боится Да Можно Быть Любом Ашами Но Зависеть От Кришны Развивать Это Зависимость От Кришны Да Это Обязательно Нужно Постепенно Развивать Сразу Невозможно Некоторые Удашливые Души Сразу Предаются Потому Что С прошлых Жизней Ну Вот Мы Должны Развивать Зависимость От Кришны Постоянно Да Насколько Зависим Не знаю Я Ответил На этот Вопрос Или Я Куда Ушел Другие Вопросы Примерно Так Было У вас Да Спасибо Большое Важный Вопрос Что Доброго Падки Всем Собравшим С Преднам Не дай Гор Преподанды Допуст Дискар Прямо